Данное видео снято при поддержке портала DROM.RU Сегодня нам, как обычно, пришла в голову идея. У нас есть Land Cruiser Prado. С кем бы его можно было сравнить? Ну, естественно, в голову пришло только вот Dodge Ram, Durango Dodge и УАЗик. Вы его уже все сто раз видели. Едет, в принципе, более-менее нормально, но там иногда водитель не получается. Сегодня мы приехали в Шебекин. Это Белгородская область. Здесь есть песчаный карьер. Так очень красивый. Мы здесь уже когда-то ездили. Кстати, и на Prado на моем, и на бензиновом 4-х литром. И еще было много участников. Сегодня мы попробуем... Погода очень солнечная, все сухо. Особо тут нигде не закопаешься. Но если ребята на больших колесах, у них в среднем, чтобы вы понимали, 35-е, 37-е Муды у всех стоят. Я на лысой практически АТ-шке стандартной. Посмотрим. Сейчас они меня нароют колею, закопаются. Потом я туда заеду и буду их вытягивать по одному. Динамичка на 12-тон у меня лежит. Ты звонил Денису из того видео из прошлой серии на Evoque? Звонил, но у него сегодня он в салоне красоты. У него не получается. Он не успевает приехать. Не все так просто оказывается. Сейчас забыл, чтобы штихать с ней. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Это что за прикол? Это же не Subaru. Тут надо включать. Все, разобрался. Вроде да, посмотрим. Вроде да, посмотрим. Вот. Вуз накрутил. Зачем? Сделай черный дым. Куда? В сиденье. Ну что, самое легкое препятствие позади, теперь начинаем шестить. Все, прекращаем съемку, я думаю, просто здесь заезжать только ходом, а там большой трамплин, у меня самый низкий бампер съехал. Кажется, у Dodge самый низкий. Нет, тебе кажется, мы уже померили. Ладно, все равно, что делать уже. Поедем в любом случае, сейчас надо выбрать какую-то правильную траекторию. Дилеры уже сняли с гарантии? Нет, еще год. Еще год ты будешь аккуратно водить, а потом... Да, а потом все будет. Сюда! Михалыч! Мы только что с тобой здесь смотрели, сюда все заезжали. Я помню, да. Я уже сам боюсь. Музыка. Я же все не могу. Я заезжаю. Я уже успел сделан. Ух ты губ. Я и опрошу. Я б правду. Я dibujу. Я не буду заедать. Я не могу. Я не хочу. Я не могу. Я не могу. Выигрывай. И ВОК здесь бы легко зашел, он маленький, легкий. Ну да. А знаешь, в чем косяк? Получается, я когда на горку поднялся, у меня перед глазами только капот. Я не вижу вообще ничего. Там не надо ничего видеть, просто надо прямо ехать и все. Я прям шокирован с Радиком, просто красава. Могет, могет. Сейчас моя очередь, да? Да, твоя. Ты хотел пропустить? Хотел пропустить? Вот он заднеприводный. У тебя нет переднего привода? Почему? У тебя зад все время только крутит. Значит, он на этом. Вот. Вот это самое понижать. Вот он, вот он. Ну почти заехал уже. Окна закрывай. Да я же туда не поеду. Как не поедешь? Я примерюсь. Давай заезжай. Ты победишь. Получается, у тебя все препятствия длиной полтора конца. Бывают такие ситуации у всех автолюбителей. Вот как у нас, например, недавно мы покупали бушную Audi. И нужно проверить лакокрасное покрытие на предметового. Участвовала машина в ДТП? Не участвовала? Крашена? Не крашена? Существуют большие такие приборы, дорогие, с которыми все это дело ходят, измеряют. Но вот у нас появился тут один такой маленький аналог. И очень просто пользовался. Сейчас расскажу. Называется это автолактест. В чем суть прибора? Вот такой датчик. Подключается он через обычный разъем 3,5 мм от наушников в телефон. В моем айфоне, к сожалению, нет такого разъема, но есть переходничок. Устанавливаем приложение. Оно есть и на iOS, есть на Android. Называется автолактест. После того, как мы делаем калибровку, для калибровки все идет в комплекте. Металлическая пластина. И к ней калибровочная специальная пленка. Машина куплена мной в салоне в 2016 году. В ДТП не участвовал, поэтому я точно знаю, что у меня крашеных элементов нет. Пробуем. 101. 110. Ну, чуть потолще здесь. Теперь для сравнения, чтобы вы поняли, прибор работает. Вот в том же месте, вот у меня даже след остался. Видите, машина грязная. Ну, пыльная, я бы сказал. Прикладываем пленку. И уже показывает 222. Убираем пленку. Те же 116. Очень компактный, удобный и недорогой прибор. Всем советую. Ссылки оставлю на него все в описании. Главное, когда будешь, на бок ложиться. На бок ложиться. Ты ремнем пристегнись. Думаешь, вам поможет? Все, давай, зрители, не утомляйся. Заезжай. Давай, ты боишься, правда. Очень сильно они пишут в комментариях, что много разговоров. Больше езды надо. Да, тут на девятке, любой картофель. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...